А если хомячиха сделала гнездо без домика, то хомячата по запаху находят дорогу обратно и снова спят возле мамы и своих братиков и сестричек. Всем хомя привет! На моем канале уже есть видео о том, что делать, если хомячиха беременна. Но возможно оно уже потерялось среди новых видео. Поэтому повторю старый материал и уточню ошибки, которые делают некоторые хозяева хомячков, увидев неправильную информацию. Но поскольку сегодня понедельник, я просто обязана подвести итоги прошлой конкурсной недели и определить победителя этой недели. Итак, победительница прошлой конкурсной недели из контакта, Ярослава Титянюк, выбрала для своей кошки вот такую вот мисочку. И для своего джунгарского хомячка сказочный домик. От себя я добавлю ей домик хомы, ракушку из Крыма и открытку со всеми моими питомцами и пожеланиями от меня. И скорее всего подарок я передам лично, поскольку Мирослава живет в Симферополе, а я скоро туда поеду. Ну а Дарья Кореева, победительница прошлой недели конкурса на Ютуб, выбрала для своего джунгарского хомяка домик хомы. От себя я добавлю сказочный домик, а для себя она выбрала смайлик в очках. От себя я добавлю ракушку из Крыма и, как обычно, открытку со всеми моими питомцами и пожеланиями от меня. А вы тоже можете выиграть призыв для себя и своих питомцев. Их вот так много! Для этого вы должны поставить лайк этому видео, а в комментариях написать, что вы участвуете, и оставить ссылку на свою страницу ВКонтакте. Также вы должны быть подписанным на мой канал, на мой лайв-канал, ну и, конечно, мою группу ВКонтакте, там, где и проходит сам конкурс. Там найти конкурсный пост, теперь с номером 17 и сделать его репост себе на стену. Он должен оставаться там до конца конкурсной недели, то есть до следующего понедельника, 9 октября, когда и будет проходить конкурс. А сейчас провожу розыгрыш этой конкурсной недели. Определять победителя буду, как обычно, случайным образом, с помощью специального приложения. На этой неделе репост сделали 236 человек. Среди них и буду выбирать победителя. Для этого копирую ссылку на пост и вставляю в приложение. Победитель будет один, и приз выберет себе сам. И на этой неделе победителем, возможно, становится Айгузель Разяпова. Так, проверю, все ли Айгузель сделала правильно. Итак, Айгузель у нас из города Салават. Репост есть, и он закреплен. Молодец, Айгузель. Теперь проверю, есть ли ты в моей группе. Да, есть. И у меня в друзьях тоже есть. Поздравляю тебя, Айгузель. Скорее пиши мне, какой приз ты себе выбрала и куда его отправлять. А теперь выбираю второго победителя этой недели из Ютуб. Задание было такое. Написать комментарий о сказочном домике. И тот комментарий, который набрал больше всего лайков, и становится победителем. Больше всего лайков набрал комментарий Екатерины Линдунен. 38 лайков. Лайков, лайков. А вот и стишок. У меня живет хомяк, в королевстве хома. Заскучал. И так и сяк веселится мой хомяк. Но испробовал он все. Я в искусстве тонок. Говорит ему лиса. Обыскала все лиса и нашла тебе подарок. Домик сказочный возьми. С амедовыми дверьми. Больше, хомка, не скучай. Позови меня на чай. И зажил тогда хомяк в доме сказочном своем. Слышно только шмяк-шмяк-шмяк. Как он ест свой новый дом. Отличное стихотворение. Мне очень понравилось. Напиши мне, пожалуйста, вконтакте или на электронную почту. Она есть в описании канала. И напиши, пожалуйста, свой адрес для отправки посылки. Было еще очень много интересных стихов и рассказов. Я просто в шоке, какие у меня талантливые подписчики. А теперь все слушайте задания для конкурса на YouTube на этой неделе. На следующей неделе я буду выбирать победителя в YouTube с помощью специального приложения рандомно. То есть случайным образом, как я это делаю вконтакте. Просто напишите под видео как можно больше комментариев. Чем больше вы их напишите, тем больше шансов у вас выиграть. А теперь переходим к основной теме этого видео. Что же делать, если у вас неожиданно родила хомячиха? Я уже говорила, что не поддерживаю тех, кто размножает хомячков без знания ухода за ними. Именно поэтому я и не снимаю видео, как правильно вязать хомячков. Вы думаете, я сама занимаюсь их разведением? Конечно, нет. Этим уже много лет занимается мама. Но вяжет хомячков она очень редко. Поэтому посмотреть видео о маленьких хомячатах вы сможете только в старых плейлистах моего канала. Хотите увидеть, как растут маленькие хомячата? Смотрите наше видео. Я знаю, что те, кто покупает хомячка девочку, часто оказываются в неприятной ситуации. Уже через пару дней дома, устав о том, что у него уже не один хомяч, а целых пять или даже двенадцать. Бывают такие случаи, когда продавец уговорил вас купить двух хомячков, только забыл предупредить о том, что у них через пару недель будут дети. Ведь хомячки вяжутся сами постоянно, если их не рассадить. Так что же делать, если хомячиха уже родила? Правило первое. Я его повторяю неоднократно. Хомяк в клетке должен жить один. Поэтому, если у вас было два хомяка, то срочно отсаживайте папу хомячка в отдельную клетку. Я понимаю, вы были не готовы, и клетки может не быть. Ищите любую емкость, аквариум, контейнер или даже банку. Да, банка для хомячка это слишком жестко, но в этом случае она спасет ему жизнь. Объясню почему. Хомячиха после родов становится очень агрессивной. Теперь она ото всех охраняет свою жизнь и жизнь своего потомства. Расскажу историю моей тети. У нее была парочка джунгариков и не было особых знаний по уходу за ними. Хомячки были разнополые и у них скоро появились хомячата. И хомячиха съела сначала хомяка, а после этого и хомячат. Так что не рискуйте, а срочно отсаживайте папу хомяка. Правило второе. Убираем из клетки все опасные для хомячат предметы. Самым опасным предметом является колесо. И вот почему. Когда хомячата маленькие, мама кормит их постоянно. Она не должна выходить из гнезда. А колесо хомячки очень любят. И мама будет бросать хомячат, чтобы побегать в колесе. А они в это время будут мерзнуть и сидеть голодными. Кроме того, хомячиха может просто отказаться кормить хомячат из-за колеса и уйти жить в другой угол клетки. Особенно, если она родила рано. То есть ей меньше 4 месяцев. Еще для хомячка очень опасными являются этажи в клетке. Особенно, если клетка у вас 2- или 3-этажная. И домик находится на 2- или 3-м этаже. Опытные заводчики всегда убирают домик перед родами. Я уже объясняла почему. Когда рождаются хомячата, они очень часто выпадают из домика. Особенно, если он маленький. А мама хомячиха может просто не заметить, что хомячонок выпал. И вы тоже можете не заметить, если, к примеру, это произошло ночью или вас в это время не было дома. Так вот, пройдет немного времени и такой хомячонок может умереть от переохлаждения или голода. А если хомячиха сделала гнездо без домика, то хомячата по запаху находят дорогу обратно. И снова спят возле мамы и своих братиков и сестричек. А теперь давайте представим, что хомячонок выпал из домика, который стоял на 2-м или 3-м этаже клетки. Тут шансов выжить совсем мало. Да и к тому же он может при падении разбиться. Он же еще совсем маленький. Поэтому этажи в клетке считаются очень опасными. Постарайтесь их убрать сразу же, как только узнаете о хомячатах. У вас возник вопрос, что же делать, если гнездо уже находится в домике? Ну, во-первых, снимите домик с хомячатами и поставьте его на первый этаж. А во-вторых, уберите все остальные этажи в клетке. Потому что хомячата могут потом забираться на них и падать. А это очень опасно. Стоит ли убрать сам домик, если в нем хомячата? Нет. И вот почему. Хомячат нельзя трогать, как и хомячиху. Сейчас для хомячихи все враги. И хозяин тоже. Хотя вы ее кормили и играли с ней раньше. Чужой запах нужно уничтожить. Поэтому хомячиха может съесть хомячонка, которого вы брали на руки. Поэтому пусть домик останется, если гнездо в нем уже построено. Что же делать, если хомячонок выпал? Берете ложку, желательно не из металла, пластиковую. Затем в том углу, где хомячиха ходит в туалет, вымазать эту ложку, чтобы она пахла туалетом хомячихи. Осторожно поднимайте хомячонка и перекладывайте в гнездо. Зачем обваливать в хомячинах вонючих опилках? Ну, чтобы на ложке не было человеческого запаха. Если вдруг у вас в домике не было материала для гнезда, срочно дайте его хомячихе. Это могут быть белые салфетки без рисунка или белая туалетная бумага. Только именно белые, не серые и без рисунка. Еще одна ошибка, которую совершают многие. Это вата. Чем опасна для взрослого хомяка? Хомяк для того, чтобы перенести вату в домик, наберет ее сначала в защечные мешочки. А потом, когда он ее выложит, то небольшие кусочки ваты все-таки останутся в защечных мешочках. А потом место, где останется ватка, воспалится. А потом и загноится. И в конце концов загноится не только защечный мешочек, но и глазик. Лечить это долго и дорого. Еще вата опасна для малышей. Вот чем. Хомячонок может запутать лапку вот-вот в таких тонких ниточках. И потом она отсохнет. И после этого у вас будет не хомячок, а одноногий колечко. А вам это надо? А теперь проверим наличие всего необходимого в клетке. У вас обязательно должна быть поилка с водой. Даже если хомячиха раньше не пила из поилки, теперь пить будет точно. Ей нужно восполнять запасы жидкости, которые уходят на кормление деток. Напомню про питание. Основным кормом для хомячихи остается зерновой корм. Лучший, хороший, богатый разными компонентами. И конечно, он должен соответствовать виду хомячка. Теперь в еду будет добавляться больше сочного корма. Появились хомячата. Теперь листья салата в рационе хомячихи будут постоянно. По возможности каждый день. Овощи и фрукты продолжаем давать, как и раньше, по одному виду за раз. Зачем? Если вдруг хомячихе станет плохо, вы точно будете знать от чего. Чем вы ее перед этим кормили. Белок, он просто необходим. Маленьким же деткам дают молоко. Так вот, молоко должно быть у мамы. Поэтому белок мы даем ежедневно. Только меняем его с каждым кормлением. Пусть утром будет белок отварного яйца. А на следующий день обезжиренный творог. А вот йогурт я бы не советовала в период кормления. От него может болеть животик у хомяча. Можно давать отварную куриную грудку без соли и специй. Но у некоторых заводчиков были проблемы. После кормления мясом хомячихи начинали есть потомство. Так что выбор за вами, рисковать или нет. Это то, чем вы кормите саму самку. Хомячата с четвертого дня уже будут пробовать еду, которую вы даете ей. Но это отдельный разговор и очень длинный. Чем кормить хомячат я расскажу в отдельном видео. Так что подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Ну а всем хома пока и до встречи в следующих видео.